доброе утро коллеги сегодня у нас 11 июня 2015 года четверг последний рабочий день на этой неделе завтра стране выходной день россии 12 июня поэтому завтра нерабочая пятница всех поздравляю с праздником желаю всего хорошего и хорошо отдохнуть на этих длинных выходных это самое главное уже я надеюсь уже все продумать ну а сегодня у нас рабочий день биржевой полновесный и мы начинаем работу в программе торговый план на видеопортале трейдеров и трейд тв с вами игорь суздальцев начинаем коллеги с новостей но прежде всего главная новость сегодняшнего дня то что вчера мы подвели итоги конкурса компании орбикс и и трейд тв а это был однодневный конкурс очень серьезной задачей показать максимальную доходность на за один день и приняли участие 13 человек из шести стран победил игорь и я поздравляю победителя который стал лучшим ю трейдером июня 2015 года это игорь исак чела из города луганск украина который показал доходность 14 7 процентов депозиту за один день прекрасная победа поздравляем игорь ролик уже на сайте у нас а я думаю многие из вас уже увидели надеюсь увидеть игоря я уже его пригласил вчера в эфир и рассказать больше о себе и ну к сожалению игорь так стесняется как я боюсь эфиров но сказал что подумает надеюсь что пчела выйдет прямой эфир мы его увидим фотографии вы его видеть это его фотографии это пчела сто процентов единственное неправильно фамилию с голоса написал написал исаак а фамилия у него исак одна буква а вот но сейчас я везде поправлю так что игорь молодец поздравляю вам желаем дальнейших успехов вторая новость коллеги у нас тоже очень хорошая вы знаете время от времени рассказываем о нашем росте вот так вот ну то что с 1 июня вы знаете когда мы расширили тариф до 1000 участников одновременно мы растем на 1 процент в день позавчера мы выросли на 2 процента вчера мы выросли и вчера я обратился к вам с предложением обратиться к своим друзьям знакомым кто интересуется финансовыми рынками прийти на и трейд тв и видимо вы это сделали спасибо вам огромное потому что вчера мы впервые выросли на 6 процентов за день шесть процентов увеличилось на 6 процентов увеличилось число участников и трейд тв за вчерашний день но хочу сказать что в то время как в июне у всех социальных сетей у всех порталов падает на 1 процент в день мы растем на 6 процентов в день конечно это благодаря вам вашему участию вашему привлечению ваших коллег это на мой взгляд лучший способ расширения любого портала через тех людей кого которые вы знаете заинтересованы в трейдинге также как мы с вами других людей нам здесь не надо это точно абсолютно вот я очень рад что то так как это сказать это те люди которые приходят они все очень профессиональные все очень интересуются трейдингами у каждого есть чему поучиться так что очень рад и буду рад видеть дальше всех ваших друзей и знакомых которых вы пригласите переходим коллеги к новостям глобальным есть три удивительные новости вот реально каждая из новостей удивительно манифестанты оккупировали здание министерства финансов в греции требование простое не расходовать средства пенсионных фондов на выплату международным кредиторам сообщает рейдов кстати митингующие вышли на балкон здания министерства начали выкрикивать и плакаты у них были мы достаточно настрадались достаточно заплатили и руки прочь от пенсионных фондов почему я удивляюсь в россии уже несколько лет подряд все пенсионные средства уходят в погашение долгов перед нынешними пенсионерами то есть пенсионный фонд россии давно уже превратился финансовую пирамиду которая без сомнения рухнет как то что все финансовые пирамиды уж мы мы с вами их навиделись знаем они рушатся у греков один раз за всю историю это случилось они вышли на митинги здание министерства финансов захватили думайте что происходит это что не переворот сознания европейской общественности вообще здание министерства захватить вот представьте что было бы в россии если бы кто-то попытался захватить здание а вот министерство финансов ну и так далее то есть сама по себе новость уникальна это вообще впервые вот сколько я живу я первый раз вижу чтобы возмущенные люди у которых забирают пенсионные деньги захватили здание министерства финансов это какое-то новое слово вообще в истории нашей цивилизации поэтому посмотрим чем закончится как поступит греческое правительство с этими людьми как она отреагирует вообще в целом сегодня будет очень интересный день но к сожалению на мой взгляд будет плохим днем для евро потому что сам факт захвата министерства финансов крайне негативный знак для любого правительства ну естественно косвенно это ударит по евро сильно слабо не знаю но ударит поэтому сегодня с покупкой евро я бы поосторожнее во всяком случае повнимательнее следующая новость коллеги путин назвал читая название g7 клубом по интересам дело в том что владимир ходит находится в италии встречается выступает достаточно активно но вот в одном из выступлений он говорит что у россии нет отношений с большой семеркой назвал g7 клуб по интересам вроде как он немножко попытался видимо ну так уничтожительно типа ну чё с ними вообще говорить если это клуб по интересам вот это напрасно владимир владимирович потому что интерес и по карлу марксу и по другим экономистам это главное что объединяет людей просто у кого-то это экономический интерес у кого-то религиозные кого-то политические у нас вот трейдинговый интерес объединяет нас на основе трейд тв и поэтому то что мы выпали из зоны интересов g7 стран ведущих стран мира к слову сказать это очень плохо для нас и для нашей экономики это вообще приговор даже не приговор а исполнение приговора потому что если мы никому не интересно и с нами ну по какой-то причине не хотят или боятся работать то мы обречены на изоляцию то есть на отставание на десятилетия от других людей потому что только через общение через взаимодействие возможно развитие любой открытой системы и поэтому вот эта фраза признание g7 клуба по интересам это величайшее поднятие роли и значимости g7 то есть владимир владимирович по моему как бы зря вообще это сделал он поднял их на невиданную раннюю высоту потому что понимаете все почему-то думают что регистрация означает что-то она ничего не означает ведущие допустим финансовые институты мира они являются организациями без образования юридического лица например парижский клуб ведущий кредитор мира это организация без образования юридического лица как это работает министерстве финансов франции есть одна девочка которая на полставки с 9 утра до часа дня сидит у телефон ей звонит страна и говорит мы хотим заняться 10 миллионов долларов она записывает сообщает секретариат секретариат принимает решение деньги пошли форма соглашения устная парижский клуб это клуб по интересам не юрлицо по телефону попросили деньги пошли условия согласовывается по телефону никакого ни одной точки на бумаге не ставится все бабки в мире 90 процентов денег мира гоняется по устному соглашению поэтому клуб по интересам это важнее чем минфин чем договор и так далее почему не прокатит у нас парижским клубом руб были ровно такие отношения или например сейчас ведущая политическая сила в россии объединенный народный фронт эта организация без образования юридического лица это клуб по интересам который всех строит ту же самую партию единую россию согласна согласно и других много у нас я сам являюсь членом такую организации роу рубль организация сторонников сильного рубля которые тоже влияет достаточно на ситуацию тоже организация без образования юридического лица организации без образования юридического лица рулят этим миром они рулят негласные соглашения я уже молчу о масонских ложах и так далее, которые тоже естественно без всякого юридического лица действуют всякие клубы и так далее поэтому вот Владимир Путин сказал, что нас исключили из этого клуба клуба по интересам вот это самое опасное из всего, что прозвучало за последний год, начиная с марта прошлого года, с момента проседения Крыма, он признал то чего нельзя было признавать ни при каких обстоятельствах, ни в коем случае, нельзя было признавать его клубом по интересам, вот теперь все на чем будет расти экономика я вообще не понимаю, если мы исключены из зоны экономических и политических интересов G7 это вот уже вторая большая ошибка первая большая ошибка была сделана когда фильм о Крыме был, когда там признали что были офицеры ГРУ в Крыму и что мы были готовы применить ядерное оружие что привело в ужас весь мир не надо было драконик и вот сейчас вторая такая серьезная политическая ошибка я не знаю, Владимир Владимирович, кто посоветовал вам эту идею назвать клуб G7 клубом по интересам, этого помощника сегодня увольте вот пинками под зад, вот просто выгоните его из администрации и все он вам нанес ущерб политический, имиджевый, репутационный риск усилил в разы ровно столько же, сколько тот помощник, который посоветовал признать присутствие офицера в ГРУ в Крыму и готовность к применению ядерного оружия зря зря не надо было делать это, вот серьезно на экономику на нашу окажет резко негативное влияние и третья новость, еще более удивительная родственники министра Ткачева, это новый министр сельского хозяйства бывший губернатор Краснодарского края Александр Николаевич Ткачев родственники министра Ткачева выйдут в лидеры агробизнеса компания Агрокомплекс и другие связанные с семьей главы Минсельхоза Александра Ткачева войдут в пятерку компаний, войдут в пятерку крупнейших землевладельцев страны повторяю с одной стороны, министр сельского хозяйства Александр Ткачев с другой стороны, когда он уже министр его родственники входят в пятерку крупнейших землевладельцев страны они получили разрешение ФАС расширить свой земельный банк почти вдвое то есть Ткачев стал министром сельского хозяйства родственники увеличили объемы земельного владения в два раза в любой стране мира обвинение в коррупции послышалось бы уже вот час назад все газеты были бы запиты коррупция, проверить Ткачева на коррупцию у нас в стране ничего не будет и вот в этом трагедии давайте перестанем называть Россию рыночной экономикой ну какая рыночная экономика вы че, какой рынок человек получил власть отдал родственникам половину земли половину земли удвоил сори сори получил власть удвоил количество земли у своих родственников ну что, о чем еще говорить а вот если бы он не получил власть он бы удвоил? нет а получил удвоил вот еще какое-то определение коррупции надо давать или нет? поэтому зря вот Александр Николаевич тоже зря вот все три новости Минфин Греции G7 клуб по интересам и удвоение объемов земельного владения родственников нового министра сельского хозяйства Ткачева это все вот знаете три удара топором по корню российской экономики потому что экономическая деятельность теряет смысл мы пашем пашем три копейки имеем а люди вот по-другому решают вопросы и получают все ну вот не знаю мне как-то грустно становится сразу как-то думаешь ну сколько что вот работаешь по 12 часов в день и получаешь там что-то да а человек занял пост министра сельского хозяйства удвоил объем земли в два раза и ничего и нормально это все неправильно то есть это демотивирует людей хотя бы внешне не надо было этого делать ну ни в коем случае зачем почему это важно для нас как для участника финансов рынка это еще раз все три события показывают что в российской федерации экономика находится полностью под контролем государства полностью регулируется никакого вообще упоминать рыночные факторы в российской федерации это моветон это значит человек вообще не понимает сути происходящих поэтому мы по сути играем здесь с вами на Нейтрой ТВ в угадайку мы пытаемся угадать что будет делать государство сегодня на рынке вот все угадай действия государства на рынке вот наши утренние эфиры форекс другое там другие объемы другое количество участников а вот российский рынок акции и срочный рынок да угадай типа угадай мелодию так и здесь угадай настроение вот угадал заработал не угадал потерял это не хорошо не плохо это жизнь ничего страшного просто надо ясно понимать чем мы занимаемся и на чем мы пытаемся заработать поэтому если кому-то не повезло не ругайте себя ну просто не угадали вы думали хорошее сегодня настроение у центробанка он будет покупать рубль а у него плохой он не стал покупать рубль и все вот и все наше планирование и прогнозирование вот такие новости коллеги очень удивительные мне кажется очень негативные для российского рынка если бы была рыночная экономика сегодня бы российская экономика упала процента на 3 в 1 сразу немедленно потому что все две новости крайне негативные для тех кто понимает суть происходящих событий и причинно-следственные связи в этом мире вот ну этого думаю не случится поскольку рыночности нет в какой-то момент наша неразвитость нас спасает это надо признать 16.53 вчера закрылся индекс ммвб снизился на 0.66% индекс ртс 958 закрылись мы вчера плюс 1.64% рост хорошо рубль 54.35 я читаю спотовые цифры по официальному сайту московской бирже плюс 1 минус рубль и припился на рубль 19 к доллару хорошо это правильное решение мне такое настроение центробанка нравится за обратите внимание на цифры закрытия по евро значит 61 доллар пять ноль 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 и три ноля понимаете то есть ну понятно что это регулируемый процесс так чтобы три ноля было представьте себе закрытие по евро ну отсечку какую-то ночную да что было один тринадцать один три ноль 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 ну это же невозможно конечно только в регулируемой экономике вот посмотрим сейчас как открылся у нас бренд си и ри чуть попозже ну а сейчас давайте спросим у монеты мы вчера про нее забыли как как нам действовать ну вот я имею в эфире на утреннем сейчас мы исправимся монета подбодри нас скажи что сегодня центробанк будет делать бай нам это важно две стороны бай и сел российский рубль мой выбор вы можете выбрать другой финансовый инструмент и монета через секунду подскажет вам направление сделки оп смотрим бай причем вертикально бай это значит что не сразу а часов с одиннадцати с двенадцать вертикально с двенадцати начнется бай а с утра не знаю что начнется вот ну что посмотрим что будет дальше давайте поговорим старшими экспертами единственное что хочу напомнить еще что сегодня у нас последний рабочий день четверг многие будут закрываться пораньше перед выходными перед праздником у нас в стране официально на час рабочий день сокращается в том числе и в банках поэтому все будут закрываться немножко раньше и сворачивать и книги и бухгалтерия будет требовать что в 15.00 все сделки были закрыты а то они в 5 не успеют уйти домой вот такой расклад это я вам из жизни говорю в случае и поэтому что за праздник спрашивает Александр Сыч из Белоруссии день России и завтра у нас большой государственный праздник вот поэтому сегодня все будут закрываться банки инвестиционной компании пораньше вот и поэтому будьте бдительны сегодня возможно и коррекции и просто низкий так сказать объем торгов ну то есть все что угодно сегодня в такой предпраздничный день еще перед выходными длинными сегодня будет день такой он будет активный я не думаю что он будет такой совсем медленный он будет легкий и активный но резкий что сегодня в экономических новостях коллеги 15.30 на мой взгляд интересно базовый индекс розничных продаж в США вот и объем розничных продаж тоже в это же время выйдет и 18.15 выступление главы банка канады полоза давно уже дня три мы его не слышали вот уж любитель выступать слушайте так что в 15.30 и 18.15 в 15.30 по доллару надо быть повнимательнее 18.15 по доллар канадский доллар может может качнуть он умеет а так в целом новостей других более каких-то весомых я не вижу все значит мы с вами переходим к нашим экспертам я вижу в сети и Эльдар Абакеев Андрея Волгоград Юрий Чепотарев Антонио Игорь Кридешов пожалуйста кто-то хочет выступить поднимите руки а я хочу начать с Эльдара Абакеева из железнодорожного Московской области Эльдар дайте нам пожалуйста вашу идею на сегодня что будет происходить с российским рублем в частности с вашей любимой парой у вас все возможности есть можно нажать кнопочку выступить в частности с вашей любимой парой фьючерс на доллар рубль си вы так сказать любите ее прогнозировать у вас своя система нам интересно ну вот Андрей Волгоград напоминает что сегодня может быть все что угодно впереди длительные выходные плюс экспирация фьючерсов сразу после праздников да в понедельник коллеги ну вот пока Эльдар готовится Антонио мне интересно ваше мнение как вы сегодня видите рынок на чем будем зарабатывать раз 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 да слышно ну мне кажется что сегодня будет вообще день такой вялый и ну может быть какие-то небольшие движения произойдут но в целом ничего существенного не должно произойти по моим позициям чтобы си не упало ниже 504 тысяч так что вот буду за этим следить пока все меня устраивает но я думаю что если на таких же уровнях мы дойдем до операции ну и хорошо а потом можно подумать куда двигаться настроение так понял вас ясненько хорошо Антонио желаем вам удачи это это был Антонио трейдер опционами из москвы дмитрий длинными выходными вот значит что я сегодня жду Игорь скорее всего у нас сегодня активности на срочном рынке не будет никакой потому что экспирация потому что длинные выходные и три дня фактически мы там особо никаких движений не делали но доллар рубль фьючерс да были хорошие движения вниз по графику вот я их торговал значит по доллару рублю Игорь у меня прогноз все-таки мой по-прежнему оставляю в силе я жду его наверх потому что сейчас мы нащупали дно ну может быть не дно но поддержка там сильная скорее всего мы пойдем наверх насколько наверх тут думать можно можно гадать но скорее всего это будут уровни в районе 58-60 тысяч вот так это такой предварительный прогноз по РТС он картинка тоже непонятная мы отскочили от 90 тысяч от поддержки по РТС у меня пока нет вот Игорь сейчас хочу сказать слово моим поклонникам по поводу валютного рынка форекс да 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 давайте посмотрим график да отдельно поклонницам скажите слово не забудьте поклонниц не знаю но поклонникам точно хочу сейчас показать картиночку значит помните в понедельник был доллар канадский доллар диапазончик я показывал вот этот который мы сейчас видим на графике и я понял что скорее вниз будет выход действительно выход не состоялся кто меня внимательно слушал именно не просто читал всякие слоганы тот соответственно заработал на этом более того смотрите Игорь сейчас покажу вчерашнюю полезную интересную у нас есть поддержка вот эта которую я сейчас рисую да если мы торгуем диапазон диапазон мы торгуем очень просто измеряем измеряем ширину диапазона укладываем источник пробоя имеем профиль от продаж примерно вот здесь и соответственно используем торговую тактику переворот и зарабатываем очередной вот это все что я хотел сказать на сегодня я думаю что сказал недостаточно по фондовому рынку позицию свою озвучил точнее не по фондовому а по срочному рынку но по форексу идеи у меня нет и в ближайшую неделю идеи будут такие в стиле аналитика ясненько хорошо Дмитрий спасибо большое удачи сегодня всем удачи спасибо коллеги это был Дмитрий Семенов трейдер компании Калита Финанс значит Эльдар Бакеев написал что стоит в ланге уже два дня оси ну вот как-то интересно тема звучит укрепление доллара сегодня вот тему да Андрея мнение Андрея Волгограда я уже озвучил коллеги Игорь Гердишов что думаете по рынку сегодня дайте нам знать пожалуйста ваше мнение что будем сегодня торговать вот Игорь Кирдишов пошел бриться я думаю а нет он в сети ага вижу вижу Игорь уже идет сигнал сейчас мы вас увидим а добрый день что то у нас связь слышно меня Игорь сегодня что то до этого под застряло обычно у вас о все видим добрый день я сегодня ничего такого не ожидаю в принципе на рынке. Плохого. Ну, спокойно. Динамики чуть поднимешь, Игорь. Я говорю, ничего такого не ожидаю сегодня, в принципе. Потому что, не знаю, нефть, она нормальная сегодня. Поэтому, в принципе, больше за боковик. Больше за боковик. Ясненько. Понял вас, Игорь. Спасибо большое. Удачи сегодня. Всем удачи. Пока. Спасибо. Юрий Чеботарев, трейдер, управляющий мы из Москвы. Что видите сегодня на рынке? Совсем боковик? Или есть что-то выхватить у нас? Доброе утро. Доброе. Ну, я вообще-то считаю, что уполномоченные банки будут пытаться держать курс доллар-рубль. Примерно на этих отметках. Но я думаю, что долго им это не удастся это сделать. Он все равно полетит вверх. В остальном ситуация такая же, как я и раньше говорил. То есть, индексы наши все смотрят вниз, а курс доллар-рубль смотрит вверх. Я понял. Юрий, а вот сегодня к празднику в Дню России как вы думаете, отпустят рубль? Или сегодня будут держать все-таки, чтобы праздник не портить? Политическая мера. Я думаю, что будут стараться держать, потому что у нас такие банки, вот все центральные банки, крупные банки с государственным участием, они все ангажированные. Ну, или я бы сказал, даже маргинальные. Вместо того, чтобы заниматься бизнесом, они все смотрят на политику. Видимо, оттуда приходят большие деньги, поэтому они это и делают. Понятно. Ну, то есть, сегодня может быть такое, что рубль будет расти, и вот как пишет Виталий Дэй, еще и 50 увидим. Или 50 уже вряд ли? Нет, 50, я думаю, мы не увидим. Слишком далеко 50. Это, видимо, кто-то там в шортах стоит, поэтому им кажется, что до 50 дойдет. Понятно. Нет, это скорее всего, что мы будем... Видите, но дело в том, что на рынке есть очень много покупателей долларов. Они уже мешки приготовили для этого, чтобы затариться хорошо. Ясненько. Понял вас, Юрий. Спасибо большое. Удачи сегодня. Удачи. Спасибо. Ну что, коллеги, всем спасибо. Рынк открывается. Посмотрим, удастся ли сегодня покупателям долларов наполнить свои мешки. Удачи. Спасибо.